Друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы рассмотреть очень интересный тестер для измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов. Это тестер Tooltop ER502. Внутри коробка находится сумка для хранения тестера. Рассмотрим комплектацию. Имеем инструкцию на английском языке. Сам тестер пока отложим в сторону. В комплекте также есть кабель Type-C для зарядки тестера. И вот такие замечательные и качественные щупы с разъемом по типу компорта на 9 контактов с закрутками. Щупы-крокодилы качественные. На каждый приходит по два провода, чтобы избежать влияния сопротивления щупов на точность измерения сопротивления аккумуляторов. Сам тестер напоминает по виду смарт-мультиметр с большим дисплеем и кнопками. Сзади находится крышка, под которой скрывается аккумулятор. Сверху имеем разъем для подключения щупов, разъем зарядки Type-C и светодиод фонарика. При подключении зарядки на дисплее появляется надпись BAT и есть анимация процесса зарядки. Подключим щупы к тестеру и фиксируем винтами. И посмотрим, что он из себя представляет. Рассмотрим характеристики. Максимальное напряжение на измеряемом аккумуляторе от 0 до 120 вольт. Предел измерения внутреннего сопротивления до 500 Ом. Ток, который подается на щупы 50 мА с частотой в 1 кГц. Размер дисплея 55 на 57 мм. Запускается тестер зажатием красной кнопки. Перед тестированием аккумуляторов нужно откалибровать прибор. Для этого замыкаем щупы и нажимаем правую кнопку для сброса показаний на 0. Если нажать кнопку SET, то сможем установить фильтр по низкому либо высокому сопротивлению. То есть, когда будет срабатывать пищалка. Если нажать на SET еще раз, то попадаем в меню выбора языка между английским и китайским. При зажатии двух средних кнопок попадаем в меню калибровки прибора. В нем есть несколько пунктов. И согласно инструкции, под каждый пункт нужно подставить эталонные сопротивления и напряжения для точной калибровки. Если зажать кнопку V, то сможем отключить подсветку дисплея. Не знаю, правда, зачем. А при зажатии кнопки R запускается фонарик, расположенный сверху прибора. При нажатии кнопки R можем установить предел измерения сопротивления аккумуляторов, либо оставить автоматический режим. А кнопкой V устанавливаем предел измерения напряжения. Тестер одновременно тестирует аккумуляторы как на напряжение, так и на внутреннее сопротивление. Ну а прежде чем перейти к тестированию аккумуляторов, предлагаю ознакомиться с тестером розеток от компании GVDA. Модель JD1018, Socket Tester Pro. В комплекте есть инструкция на английском языке. А сам тестер выглядит следующим образом. Имеем небольшой дисплей и две кнопки. В комплекте батареек нет, так что нужно установить две мини пальчиковые батарейки, соблюдав при этом полярность. Запускается тестер зажатием красной кнопки. Данный тестер позволяет измерить напряжение в сети, а также правильность подключения. У меня розетка без заземления, и тестер предупреждает о том, что земля не подключена, либо в обрыве. Сымитирую подключение земли перемычкой с земляного контакта тестера на ноль из розетки. Главное с фазой не перепутать. Теперь же тестер пишет, что ноль и фаза у меня перепутаны, так что меняю их местами. И перекидываю перемычку на ноль. И вот чудо, теперь подключение правильное. Ноль в розетке слева, а фаза справа. И напряжение между нолем и землей ноль вольт. Все правильно, там же перемычка. Я думаю, что такой прибор очень будет полезен тем, кто занимается проводкой. Ссылку оставлю в описании. Протестируем аккумулятор 18650 от Panasonic в режиме авто. При подключении щипов прибор начинает перебирать. И через несколько секунд видим результат. Напряжение 3,9 вольта, а внутреннее сопротивление 31 миллиом. Возьму еще один. 34 миллиома. Если же установить передел измерения вручную, то выдавать результат будет уже намного быстрее. Например, на этом подуставшем аккумуляторе внутреннее сопротивление 56 миллиом. Попробую протестировать старые аккумуляторы от Dremel Parkside. За них удобно будет цепляться крокодилами. От того, насколько хороший контакт, также зависит точность измерений. И тут все хорошо. Напряжение 3,11 вольта и сопротивление 17 миллиом. На другом почти 19 миллиом. Протестирую одну из банок аккумулятора старого макбука. Ему уже лет 10. 63 миллиома. Многовато. И самое интересное. Аккумулятор GP на 2700 миллиампер часов. Никель-металл-гибрид. Год его не заряжал. И тут внутреннее сопротивление. Аж целых 654 миллиома. Это очень много. Неудивительно, что он сам разряжается. Старый аккумулятор от телефона Samsung. 140 миллиом. Никель-кадмиевый аккумулятор на 1,2 вольта. 67 миллиом. Попробую протестировать заюзанный 12-ти вольтовый аккумулятор. Но еще рабочий. Минус к минусу, плюс к плюсу. Напряжение 12,8 вольта. Внутреннее сопротивление 173 миллиома. Для таких аккумуляторов это еще норма. Затестим малоомный резистор на всего лишь 3 миллиома. Обычным мультиметром такой в жизнь не измерить. А данный тестер показывает 2,2 миллиома. Но опять же, точность измерений зависит от того, какой хороший контакт с щупами. И от того, насколько хорошо откалиброван прибор. Самое интересное, это то, что можно измерить сопротивление провода. Например, как вариант, чтобы сделать шунт для амперметра. Замеряет прибор довольно точно. Как по мне, так данный прибор очень полезен. Например, при сборке аккумуляторов для электротранспорта. Где нужно подобрать аккумуляторы с наименьшим внутренним сопротивлением. Чем оно ниже, тем лучше для аккумулятора. И меньше их саморазряд. Я однозначно рекомендую к приобретению. Ссылку на прибор оставлю в описании. Ну а вы, друзья, не пожалейте лайка для этого ролика. И оценки в комментариях. Ну и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем я желаю удачи и мирного неба. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok